ребятки всем привет едем на дачу пятница санек меня забрал с работы и едем взяли мусечку заехали купили продукты на дачу вот сегодня пятница вечер сегодня делать в принципе вечером ничего не будем так немножко пыль вытереть в домике да постель перетрясти и приготовлю что-нибудь покушать приготовлю так чтобы нам на завтра уже в кастрюле мне не лезть вот отсвечивает да ребят отсвечивает вот санек пошел в этот заправляемся вот бензин у нас по 180 тенге а то в прошлом видео сказала обманула вас что бензин у нас по 130 а там отсвечивала и как будто 180 и вот эта тройка как будто я вернее восьмерка похоже на тройку было вот так что такие дела сейчас будем проезжать церковь я вам покажу церковь какая у нас на ужасные пробки мы вот выезжали из города целый час потому что у нас перекрыли одну улицу гоголя и все и коррели какую-то улицу перекрыли вот мы по гоголя это вот мы плелись плелись ребятки что страшное дело в целый час до выбираемся из года ужас уже время время ребят 20 минут 8 8 вас анек меня забрал 6 часов вот мы заехали за кошкой и вот до магазина и время уже 20 минут 8 ребятки ой ну все едем все слава богу уже выехали мы на свою вот эту трассу на сторону энгельса ребятки сторону энгельса вот такие вот дела ну ладно мои хорошие все буду снимать для вас влог выходного дня опять выходные опять дачные работы и конечно же какая-нибудь вкуснятина на костре ребятки ай какая-нибудь вкуснятина на костре в общем приятная с полезным будем совмещать все мои хорошие дети а Мусёна? Ай, собачки-то. Ай, опять вся повалявшаяся. Ай, вся опять в мусорь. Музыка Все, ребятки, привет еще раз. Все, мы на даче. Время 8 час вечера. Мы только приехали на дачу. Летает какая-то мошкара непонятная. Фу, Саш, какая-то мошкара летает. Ну, ой, фу. Добирались, уже говорила в начале видео, добирались. Это какой-то кошмар. Ужас, ужас. А у нас с юго-востока в город люди работают и там, и там. Мы вот вечером час пик, это как в Москве, как в Алма-Ате, как в Астане. Короче, час пик у нас тоже в Караганде. Имеет место быть. Ребят, тишина. Саш, неужели будет тихо, а? Прошлые выходные. Нас вымотал этот ветер. Просто вымотал этот ветер. Сейчас прям, ребят, пахнет. Сейчас покажу яблоню. Какая яблоня. Как невеста стоит. Прям вообще. В общем, зацветает. Сирень зацветает. Вишня цветет. Слива цветет. Яблоня цветет. Терн. Все цветет, ребятки. И вот этот запах от дачи много. И на каждой даче. Вот сейчас мы ехали по улице. Все. Деревья все как невеста стоят. Прям вообще изумительно. Красота. Елочка. Елочка. Видите уже? Все. Цветет елочка. Цветет, ребятки. Ой, она и пахнет. Когда она цветет, только начинает цвести. Прям пахнет аромат. Аромат, ребятки. Вот, смотрите. Вот на солнце, видите? Машкара. Машкара летает. Главное, чтобы не кусучая была. Да, мусена? Как клематис вышел. Прям на глазах. Смотрите, вышел клематис. И вот этот выходит. Этот надо будет пересаживать. Саш, вот муравейник. Мой ты дорогой. Смотри, не было? Да, надо вот эту отраву твою. Кстати, меня спрашивали в комментариях, какая отрава. Ребят, все хорошо. Ой, и черемуха начинает свисти. Смотрите, какая. Ну, это же просто... Ой, как пахнет здесь. Ой, как здесь пахнет. Здесь надо устроить фотосессию. Какая красота. Вот на фоне вот этого, мои дорогие, хочу вам пожелать солнышко в душе, ясной погоды, над головой мирного неба, голубого неба. Хочу, чтобы ваше семье все обходило стороной, все невзгоды, все печали. Хочу, чтобы каждый человек был по-своему счастлив, живя на этой земле. Вот это же матушка природа. Понимаете, и зла в ней нету. Она, конечно, она... Бывает, что она мстит. Мстит людям за то, что люди начинают к матушке природе относиться плохо. Тогда она начинает мстить. Все взаимосвязано. Ребят, все взаимосвязано в этой жизни. Поэтому... Надо вот, наверное, как... Вот эти цветы, как растения, они... Понимаете, они не вечные, но они приносят какую-то красоту вносят. Вот именно, живя на земле, вот она растет здесь, и она... Такую несет красоту внутри, снаружи. Почему же мы, люди, не можем быть со светлой душой, с красивой душой, с доброй душой? И вот так же отдавать в окружение себя, дарить такие же краски, душевные краски. Всем желаю жить в гармонии со своей душой. Вот. в наше, особенно в наше сегодняшнее время. Ну все, ой, как тут... Саш, тут столько пчел. Тут... Слышите? Вот он, вот он, вот он. Пчела. Шмель. Шмель. Шмелек. А вот там оса. Или пчелка. Пчелка. Вот красота жизни. Вот красота жизни, ребятки. Ой, ну все, мои хорошие. Буду стараться что-нибудь снимать. Все, сейчас переодеваться. Сейчас немножко отойдем от дороги. Не, вот что-нибудь. Все, ребятки, начинаю влог выходного дня. Буду что-нибудь для вас снимать. Вот. Кому интересно, оставайтесь с нами. Все, мои хорошие. Поехали. Короче, ребятки, Санек не взял ни лук, ни картошку. Ну, буду готовить, потушу мясо и в конце добавлю, благо есть зеленый лук. Так что вот такие вот дела, ребятки. Ладно. Ничего не сделаешь, обратно не поедешь уже, куда это, ехать надо в город. Ну, будем жарить чисто мясо в собственном соку, с приправами. Ладно, мои хорошие, хоть картошку бери и выкапывай. А, Саша? Я говорю, хоть картошку бери и выкапывай. Ну, все, мои хорошие, встретимся у костра. Ну, все, мои хорошие. Ну, все, мои хорошие. Ну, все, мои хорошие. Саша? Ну, все, мои хорошие. Ребятки, какая красота. Санек затопил самовар, ни одного комара. Мы уже набрызгались, мы уже набрызгались, ребят, всякими этими спреями от комаров. Вот, настоящее средство от комаров, ребятки, дым, настоящий дым, дровяной, ни одного комара. Все, сейчас буду, ребятки, сегодня по плану у нас говяжьи ребра на костре. Саша, ты картошку взял? Не взял картошку? Не взял картошку? А что будем на гарнир? Рожки. Рожки отварим? Да, картошку дома доеду. А можно просто, Саша, этот, мяско и салат сделаем. Да? И часть самовара. Ну, сейчас мы будем... В общем, все по порядку, ребятки. Пошла готовить. Все, вечер, благодать, пятница. Шикардос. Не ветерка. Правда, комары, но комаров прогнали. Все, ребятки, иду готовить. Говяжьи ребра на костре. Ой, Сашунок вешает нашу лампу. Алладина. Алладина мы ее называем. Да, она у нас тут всегда висит. Да, в сезон, Сашунок? Да, в сезон. Все, у меня здесь уже полным ходом. Так. Сейчас буду ставить казан. Тишина, ребят, вообще. Только где-то собачки гавкают. Полоса самолета. Кто-то либо взлетел, либо приземлился. Либо кто-то в Анталию летит. В Анталию говорят, что сейчас холодно, Саша. Все делает. Голодно и холодно. Саша, эта лампа не энергосберегающая? Энергосберегающая. Которая бледно горит? Ну, вот, другой мы сейчас не используем. Это просто за электричество, за экономию. Собачка вот где-то воет, не пойму. Либо голодная, либо... Привезти-то привезли, а вот кормить, вот это меня всегда добивает. Никто не хочет. Никто не хочет к ней приезжать, вот она воет уже, вот весь вечер. Видать, привезли, но зачем, если вы не живете на даче, зачем заводить собак? А потом, вы знаете, ребят, потом, когда вот уезжаешь... Якушка, я буду запускать свет. Ну, давай. Потом, когда вот уезжаешь с дачи, да, они бедные тут все стаями бегают. Их, видать, с этих, с ошейников отпускают. И они бедные тут зимуют. Кто выживает, кто не выживает. Представляете? А тут же не проедешь зимой, чтобы вот так вот покормить собаку. Я удивляюсь, меня вот это вот... Я даже на собрании как-то выступила, я говорю. Кто заводит собак, будьте добры, увозите их с собой обратно. На зиму, куда-то на зимовку. Че, не горит? Саш, не лезь, вот ты подключенная. Можь, лампа сама. Вот. И поэтому меня вот это возмущает, ребят. Всегда возмущала. Я... Жалко муравья. Знаете, вот если бы они не портили, на участке, да, вот это тлю разносят, мы бы от них не это, не избавлялись, не уничтожали. А тут люди собак заводят. А сколько кошек? Сколько кошек вот так вот для удовольствия в течение дачного сезона заводят, потом съезжают с дачи, все, а бедные животные остаются. Они тут голодают. Короче, вот так. А мы говорим о душе, о чистоте душевной. Вот так, ребятки. Огонь, это вот, это моя стихия. Стрелец, это вот огонь. Я вот огонь обожаю на него смотреть. Это просто вот какое-то... какое-то такое умиротворение и какое-то успокоение. Саш, ну ладно, оставь. Завтра, завтра уже сделай. Вот. Ну все, ребятки, сейчас буду ставить казан. Сейчас вот прогорит вот это, вот основной жар, а потом буду подкидывать просто по одной деревяшечке и все, и будет тушиться, жариться будет, ребят, жариться. Такие вот дела. Готовим. Темнеет, а мы готовим на костре. Это такая романтика. Романтика, ребят. Романтика, ребят. Романтика, ребят. Романтика, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Добавили субтитры DimaTorzok разводим и выливаем в яму хотя бы раз в полмесяца это делается. Два миллиарда бактерий. Павалет подавляет болезнетворные бактерии, безопасен для окружающей среды, устраняет неприятный завтрак. Я взяла садовую краску. Санёк с мамой ездили в магазин. Белить деревья. Фронт работы. Пассивная началась. Мы попили чай с утра самовара. Утро на даче. Ребят, пойду просыплю селитрой. Она хорошая. Она известняковое удобрение. Я буду сажать морковку, свеклу. Все культуры, которые идут корневые, они не любят подкисленную почку. И вот здесь вот хорошо то, что здесь и известняковая известь есть. Вот. Ой. Все. Пойду сейчас просыплю урядки и будем сажать свеклу и морковку. Сама порубил. Все, видите? Все траву. Все траву. Поршик и урядки. Все. Надо полоть уже чеснок. Все. И так я делаю. Берем и вот так вот просыпаем. Просыпаем. Все. И потом, когда буду сажать, оно все попадет в грунт. Все, ребятки. Поготовил он огурцы. Вот хотим огурцы вон ту дальнюю грядку посадить. Попробуем, удастся ли нам вырастить ранние огурцы. И для нас, в нашем регионе, конечно, сажать в начале, в первой, вернее, в первой половине мая, да, у нас обычно сажают в теплице. Ну, попробуем, проэкспериментируем, ребятки. Попробуем, проэкспериментируем. Попробуем, проэкспериментируем. Попробуем, проэкспериментируем. Продолжение следует...